Обязательно нужно, извините, как ты правильно сказала, спрашивать у Бога, потому что, опять же, там же в притчах написано, что нет ни разума, ни совета вопреки Господу. И, опять же, вот один из вопросов, который здесь задавали, всегда ли нам дана свобода выбора? Ну, я думаю, что, если мы прочитаем внимательно все Писание, то от начала, да, вот еще от Адама с Евой у нас была дана свобода выбора. И во второзаконии Бог говорит, даю тебе благословение и проклятие, даю тебе жизнь и смерть, выбери жизнь. На протяжении всего Евангелия Иисус давал своим ученикам возможность выбирать. Единственное, когда мы считаем, что Он не дал им возможность выбрать, это когда Он сказал, вы все отречетесь от Меня. Они, конечно, все сказали, такого быть не может, мы все с тобой, но они, да, отреклись, но выбор у них был, вернуться или нет. Они же ведь все пошли не по домам, они продолжали ходить и искать Господа дальше и ожидать его, потому что Он обещал, и они воспользовались этим выбором. Это первое, то, что я хотел сказать по поводу лени, это второе, это то, что действительно должны выбирать, лениться нам или не лениться. Это, опять же, вопрос выбора. Здесь, говорит, написано, опять же, в притче Соломона, если будешь лениться или если не будешь лениться. То есть у нас есть всегда вопрос выбора, к чему мы хотим в результате прийти. И третье, то, что я хотел сказать, мы сейчас как раз в период этом говорили, я думаю, что Андрей это дополнит. Я, как человек, который все-таки год назад весил на 75 килограмм меньше, могу вам сказать, что большая часть проблем с нашим пищеварением, она происходит действительно от неправильного питания. Не потому, что мы сейчас говорим, вот мы там много едим или мало едим, много или мало, понятие, знаете, такое субъективное. Вопрос, что есть, и это очень важный вопрос. Вот сегодня, например, я могу вам точно сказать, слушайте свое тело. Есть вещи, которые я сегодня, например, даже если я когда-то очень раньше сильно любил поесть, я сегодня их есть не буду. По одной простой причине, я знаю заранее, мне просто мой организм говорит, не ешь, я не приму этого. И я этого не ем. Если я один раз ослушаюсь, я действительно там что-нибудь такое съем, я чувствую, как мне просто становится плохо. Потому что организм этого не принимает. Наш организм настолько совершенный механизм, и аппарат, компьютер, как хотите называть его, он настолько создан действительно по образу и подобию Бога, что он заранее знает, что нам хорошо и что плохо, и он заранее говорит, это я буду есть, а это я не буду есть. К этому нужно прислушиваться. Здесь вот это замечание, последняя часть Авеля относилась к вашему развитию в вашей кухне, в вашем понимании, чтобы мы тоже не действовали традиционно, как принято в нашей семье, в нашем родстве, или просто в этом регионе. Но чтобы размышляли, чтобы спрашивали у Бога и корректировали свою жизнь с теми истинами, которые вечные, универсальные, и которые действительно соответствуют тому, как мы созданы были.